бухта книда с друзья видно отсюда уже остатки древнего амфитеатра и вообще вот эти все окрестностей это руины древнего города очень интересно конечно много тут от него не осталось но как минимум амфитеатр сохранился сейчас пойдем посмотрим кругом видны остатки стен на дне конечно же полно артефактов и сундуков золотом и прочими бриллиантами но очень красиво видно что здесь много чего когда-то было был торговый город потом почитаем в интернете поподробнее а сейчас пойдем посмотрим встали на якорную стояночку вот такой вот лазурной водички просто прелесть все стоят на и корях и мы тоже поглядим что это и с чем его едят очень интересно друзья ну что друзья вот мы оказались возле самих руин но чтобы туда войти надо заплатить 1750 лир вот так сейчас будем их платить сколько всяких камней когда-то книгас был процветающим культурным научным и торговым центром античной греции этому способствовало стратегическое месторасположение на границе средиземного и эгейского морей амфоры с книгасским вином и оливковым маслом были найдены в афинах александрии и даже крыму сегодня древний город это огромная территория напоминающая масштабную строй правда спустя несколько мгновений становится понятно что это не так фактически это археологический парк с остатками стен обломками мрамора в отдельных кусках которого можно распознать фрагменты храмов колонн алтаря неспешно прогуливаясь между величественными развалинами некогда богатейшего города невозможно не поддаться мыслями от истинной ценности жизни друзья мы с вами зайдем в древний амфитеатр я не знаю с какого входа парадного ли или нет но все равно это очень круто века назад люди чапали по этим ступенечкам для того чтобы насладиться искусством у да это именно вход сразу на трибуны ну видно что восстановленная часть но все-таки посмотрите какие какая арена он царь какой-то на троне изваяние очень прикольно конечно реставрированный тут вот это все новодел эти вот блоки явно новодел но вот так вот она выглядела все в те самые времена очень прикольно оттуда из тех вот дыр вылезали артисты и давали представление до серьезная штука очень прикольно ходить по таким вот местам и впитывать вот эту вот энергетику тех самых часов наверх ступенечки шли разбивали по секторам как в настоящих сейчас современных цирках и тому подобных аренах вот наверх интересный класс просто класс и вот еще один вход супер просто посмотрите какая кладка как все сделано здорово подвал чего-то там тоже было посмотрите-ка вообще какой-то камень явно вулканический из него тоже вытесали колонну здорово конечно же здесь была облицовка наверняка может и нет кто знает просто обалденно находимся на самом верхнем ярусе этой арены амфитеатра я вам хочу сказать что вид вполне достойный отсюда те кому мелко видно актеров те могут наблюдать вот такую вот красоту вокруг просто супер очень очень круто обалденно классное место обязательно к посещению друзья бухта книдас здорово остается только представлять что здесь могло твориться но это очень конечно ребятки немножечко это все явно восстановили но это даже лучше когда стараются привести в порядок то что трудно о себе напоминает но здорово здорово маленькая бухта это было раньше наверное вот порт такой малюсенький защищенный с маленьким узким входом очень круто блин просто круто захоронилище древних колонн здесь наверное сбрасывали не получившиеся варианты колонн делал шестиметровую колонну допустил ошибку в слове цезарь и все мужика казнили а колонну сюда он кстати этот крест каких там не тамплиерский он видишь квадратная такая расколотая там этот крест крестоносцев наверное уже позднее позднее творение блин как классно друзья ходить по таким вот ух ты это ж надо было вот так заморочиться выдолбить дыру ничего себе класс это же все вот так надо извратиться это замки чтоб держались колонны их заливали там каким-то мягким расплавом и они удерживали колонну в едином целом 3 не получилось колонна треснула это каждую дырочку человек ч чем-то долбанул каждое хочется потрогать так это все и делалось только поглядите древние часы друзья вы посмотрите-ка такая вот полусфера разграфленая солнце светило и явно какая-то тень падала использовались для узнавания времени в городе вот тип того здесь написано а это я даже не знаю что такое тут наверное тазы медные вот по вот этому лекалу изготавливались кладешь лепеху металлическую и начинаешь кувалдой долбить пока она не примет вот такую форму блина изогнутого и мрамор то где-то они брали явно тут то его не особо посмотрите какой здоровенный булыжник и весь 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 инкрустированный ю ю ю с дырками посмотрите это же надо было заморочиться она где-то там на высоте шуеву никто и не увидит но все старались все так примеряли это все делали до нынче так не строят друзья посмотрите какой плинтус красивенный фундамент да идем смотреть вот пожалуйста отлично сохранившийся экземпляр древней кирки ничем не отличающийся от современных аналогов ганимед and company изобрел эту кирку и сразу же и и запатентовал что я нашел какие-то подземные конструкции посмотрите какая-то закрытая была штука а здесь элементы мозаики друзья посмотрите мозаичка сохранилась наверное была какая-то душевая сто процентов это какой-то был банный комплекс что-то мне подсказывает где бы еще плитку вот такую укладывать как не в бане мы не поняли ни английского не турецкого тут подвал и посмотрите и ёшкин кот подвал либо стук подвал туп знал что тут такой подземный ход а и мы без фонаря черт подери на телефоне фонарь дохлый все равно ничего не будет видно ну блин какое упущение друзья будете здесь обязательно идите с фонариками будет очень круто процентов друзья это были бани это мое убеждение тот подземный ход был вот примерно вот в эти вот обвалившиеся внизу конструкции и там топили печи потому что вот собственно и жерла из вот этой вот подземной топочной вот сюда выходил пар и жар так что мы с вами абсолютно точно идентифицировали банный комплекс старинный вот так вот бывает круто любили баньку древние по-любому там все люди разводили пары под землей сверху наслаждались вот это кирпичи вот это масштабы пищи какая а тут красивейшее море отличное место для города просто шикарная с одной стороны бухта с другой стороны бухта узенький вход здесь вам пляж очень-очень супер просто обалденное место обратите внимание на эту кладку друзья это же надо было так заморочиться они же сто процентов могли выпилить камни одинакового размера тут вот замочек под доискосок еще камень один камень другой побольше там и все это вот выходит потом на нормальную горизонтальную линию круто вообще с какой целью так заморочились только догадывается очень здорово на дальше все нормально ровненько пошло а тут именно вот так интересное что-то было остались лишь и замочки вот посмотрите видите металл значит вот это и залива заливался металл или вставлялся уже готовый металл и колонна под своим весом стояла и не сдвигалась этих замочков тут кругом но металл видно только здесь и он еще так приклеен сюда конкретно очень круто и тут куча замков посмотрите вот замочек но это уже именно металлическая скоба а залито скорее всего оловом или свинцом да потому что мягкий мягкий металл сбивалась скоба и заливалась еще более мягким металлом чтобы держались части вместе круто вот люди раньше строили просто обалдеть тоже строители на вооружение берите как укладывались кирпичи без раствора поглядите-ка обнимает просто этот камень два других какие интересные расклады как лего но все разной формы очень здорово и вот какая-то монументальная споруда тоже чуть-чуть фундамент дал трещину но это было такое круглое что-то огромное ну там по схемам прохождения вот этого вот древнего города указано что вот это была такая круглая типа беседки что-то такое вот большое и круглая ну здорово посмотрите-ка как это все здесь здорово сложен просто превосходно пещеру черт по дереве идем скорей ух ты не так чтобы пещера но но круто очень здорово он тоже видно какая-то что-то здесь для чего-то служила потому что видно выложенная вот это вот основа и здесь тоже что-то это было очень прикольно тут отсюда такие таинственными голосами кричали люди чтоб остальные все благоговели шут и поймал греческий скоробей греческий скоробей вы видали не убей ископаемый жук давай заснимем как он погонит поделаду декуси сперва спорт мы имеем честь быть знакомыми с одним известнейшим биологом во львове игорем диким и для него важно каждая вот это вот биота которую мы находим сейчас погонит я понял как вам такая ваза для цветов выдолбили мраморик вазочку такую такую не сопрешь и не сдвинешь в общем вот этим руинам друзья вот вот это вот часть транспаранти написано что датируется вторым столетием до нашей эры и уже такой размах или еще такой размах в общем все равно круто круто посмотрите это ж надо каждая вот это вот за сетечка это удар молотка а их тут очень много а вот это вообще не понять как они полировали чтобы получилась вот такая круглая штука и вот сколько глаз хватает вон вдали такая мощная фундаментальная кладка все был один большой город а мы с вами в самом центре этого великолепия красивая друзья как всегда находится за забором приходится нарушать все правила вы посмотрите какой темный серый мрамор и как хорошо сохранилась это вот макушка колонны явно еще не выкопанная класс вообще мы ее нашли короче кто нашел того и будет ухты наскальные изображения посмотрите-ка его мои пальмы нарисованы и здесь крест опять же и вот как бы человек вот такой вот светящийся вот это не знаю на туннель то как-то я что-то не сильно узреваю ну вот если прикинуть что это голова а может быть и туннель ну вот как-то нося до очень слабо видно такой вот рисуночек еле-еле-еле заметный похоже похоже на лабиринт возможно да вот вход пошли сюда здесь центре а как выйти пальма до нарисованы тут какой-то еще кружочек крест вот бы знать значение этого всего капец вот еще крестик выдал бы ну здорово просто хотели скрыть вот этим несчастным забором от нас самое ценное открытие этого города мы ничего не нарушали забор кончился мы пошли сколько тут культурных культурных слоев я просто себе представить не могу но то что здесь этот древний город был разрушен и построен не один раз это сто процентов он торчит кусок колонны просто из стены наш явно было когда-то вертикальный это были бассейны наверно либо может извлечь звук из любого камня камень зазвучал лежал хет тысячелетний амфитеатру только с другой стороны пустите скорее и к нам друзья повезло мы идем в подземелье дальше уже засыпано чуть-чуть пролезли пустите паутина капец ребята вот это да вот только посмотрите прям по камням посмотрите по камням стекало и они просто вот загвазуировались ё-о-о-о и туда проход и туда и не поймешь куда идти как пец а и и блин как жаль что у нас посмотрите это же надо это же надо какое-то древнейший вот это мы с вами попали в пещеру это прямо как из фильма чужой вы посмотрите какие нереальные формы обалдеть вот это финиш у нас наши прогулочки получился просто офигительный да есть еще поворот главное не заблудиться в нем для чего служил этот шикарный тоннель даже не представляю даже не представляю но очень круто это просто сказка друзья аж руки трясутся от волнения посмотрите какой огромный ё-о-о-о вот это да колонна колонна с потолка дальше вау 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 круто я очень рад друзья что мы здесь оказались это просто нереально обалдеть круто очень 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 круто мы это сделали я счастлив вполне можно встать в полный рост супер супер там такие сталагмиты висят там эти камни все а здесь скорее всего было хранилище вина винная лавка посмотрите вот это были глиняные сосуды вкопанные но частично вмурованные и здесь явно перед началом выступлений из этих вот сосудов можно было набрать себе венца на представление подготовиться так сказать сто процентов вода вино это все что нужно для представления и вот дальше народ уже шел шел народ смотреть и наслаждаться действами лестница вот кстати образец попытки современников повторить вот эту вот искусство только современными методами и что мы видим и что мы видим ну не совсем то вот здесь видите вот канавочка поглубже ямочка почетче а здесь халтура на троечку и это уже сколько времени вот этому а это новое и все равно они могут повторить вон какие-то корявые болгаркой все это обтесывали а вот это какое гладенькое вы конечно можете сказать что это время все сгладило но не думаю ребятки посмотрите глубже швы ну короче новодел и настоящая старина колонны то же самое он пытаются воссоздать но все равно интересно посмотреть вот что могут видите расчерчены карандашиками как вот это все сделать пытаются но это все конечно не то в наше время сказали бы деды архимеды делали все по-другому нормально на века это все халтура но то что люди стараются и пытаются воспроизвести технологии возможно даже это здорово изображение веселящихся людей а вот это вот колонна вообще вы посмотрите какие быки винограды просто искусство все символизм тут что-то в этом было в этих всех змеище да здесь явно было что-то такое для торжеств вот это на карту похоже да может это явно здесь было очень-очень весело в свое время такое убранство шикарное остатки накрытой террасы которая шла вот так и аж туда вы представляете какая круть тут уже явно с использованием старых материалов замутили что-то новое ну так всегда что-то ломается что-то посмотрите какая красотища о здрасте оторвали пенис человеку но все равно здорово это наводил вот кусок старого поставленной на новый старый да это просто чтобы показать как оно было все и вот тоже восстановленная колоночка ну чтоб хотя бы было представление о том как оно тут было очень здорово молодцы турки восстановили вот для этого и делают вот это вот чтоб хотя бы было понятно как как до чего стояло здесь была куча скульптур всяких явно очень здорово посмотрите сколько еще всего под землей остатки старой канализации явно посмотрите трубы канализационные керамические очень здорово очень ворота были явно тут двери прикол посмотрите класс бронзовые штуковины и ворота были значит здесь был не всегда открытый вход с воротами прикольно и вот еще здесь вода стекала сюда старинный старинный водопровод водопровод тут туристы аван туристы мать